Грузия, второй тайм продолжается. Игра стала быстрее, игра стала острее. Команды играют в прежних составах. Но команде Лепере удается практически ежеминутно беспокоить гостей. Очередное выбрасывание. Перевод муча на левый фланг. Выход по левому флангу. Великолепный пас. И гости оказались на месте. Не хватает ошибок, которые гости совершали раньше. Опять выход. Но это похоже вне игры. Давайте посмотрим повтор. Да, вот мы видим, что на правом фланге игрок оказался вне игры похоже. Зафиксировать это сверху, как бывает на чемпионатах мира у нас не представляется возможным, но тем не менее. Судьи матча делают свое дело. Опять выход по левому флангу. Подача. Вратарь на месте. И гостям удается. Давайте посмотрим повтор. Великолепный проход. И навес. В данном случае промаха вратарям. Игрок с правого фланга мог бы завершить эту атаку. Теперь уже гости на нашей половине. Периодически длинные пасы. Помогают нашей команде. И еще один проход по левому флангу. Подача в штрафную. И вратарь забрал мяч. Да, заметно, что игра стала быстрее. И тут опять похоже быть вне игры. Давайте посмотрим повтор. Да, его даже не стал тянуться. Ничего. Вот мы видим. Вот это положение. Игроки находились вне игры. Игроки находились вне игры. Да, какое-то время мяч задержался на половине футбольного клуба «Лебель». Гости пытаются растянуть оборону футбольного клуба «Лебель». И никак не удается мяч даже подачу в штрафную площадь. Игроки находились вне игры. А так очередной выход. Игроки гости не вернули в поле. Это непонятная возня. Навес. Отличный паз головой. И мяч уходит за линию ворот. Давайте посмотрим этот повтор. Вот он навес. Перевод мяча, прыжок и удар. Да, не хватило сориентироваться по направлению удара. Но исполнено было довольно-таки неплохо. Итак, наши ребята проводят мяч по правому флангу. В центр поля пас. Оказался не совсем точным. Быстро разогнул угловой. Навес в штрафную площадку. И игроки не совсем успевают к мячу. Да, игрок даже не стал бежать за мячом, потому что это было бы положение к нидеру. Вот оно было тоже хорошо видно. Но второй без спрос этой инертии уже побежал вперед. Изображает сильность. Итак, навес на левый фланг футбольного клуба «Лепель». Великолепная стеночка. И это был удар отчаяния. Да, похоже, игрок гостей хотел, чтобы мяч долетел до Бреста. Чуть не состоялся отличный проход по левому флангу. Отбрасывают гости. «Лепель» опять впереди. Великолепный выход по левому флангу. Очередной навес. Удар. Гол. Великолепно. Ребята просто молодцы. Давайте посмотрим повтор этого момента. Вот мы видим проход по левому флангу. Подача воротарской зоны. И мяч оказался в сетке в арт. Вот такую бы игру в первом тайме. И все было бы просто великолепно. Ну что ж, времени остается не так много. И у нашей команды есть все шансы. Не то, что сыграть, ничего. Даже выиграть у легионеров. Напомню, высшие лиги в прошлом. Ну что ж, комментирую событий. Можно бить. Заметить только одно, что возможно. Гости из Бреста. Расслабились, забив четыре мяча. Можно бить. Выход. Удар. А возможно и пустали. Давайте посмотрим повтор только что. Ситуация была, скажем таки, очень непростая. И могла быть, могла быть легко реализована. Да. Чего в гостей не отнять, то это длинные четкие пасы. Итак, выход к воротам. Удар. И воротарь наш оказался опять на месте. Великолепка. Вблизи штрафной площадки гостей трое игроков футбольного клуба Лепель напрягают четыре игрока легионеров. Да, очень хочется, чтобы ребята успели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Гости все чаще совершают ошибки. Все чаще посылают мяч за боковую линию. Очередной выход. И опять гости не успевают к мячу. В данном случае все было сделано правильно. Напор гостей нужно было слегка погасить. обход по правой флангу. И Лепель посылает мяч за боковую линию. Не дают наши ребята полноценно пройти штрафную площадь. Слишком длинный паз. Но тем не менее, ребята, успевают перевод на левый фланг. Подача на правый. Да, тяжело было развернуться. Давайте посмотрим этот повтор. Пальем фанглый проход. Неплохой пас. И вот тут игроку стоило бить прямо с льота. Немного замешкался и все. Гости смогли плотным кольцом защитить свои ворота. Да, остается все меньше времени. Которого так не хватает футбольному клубу Либель. Привод на левый фланг и мяч опять уходит за боковую линию. Вот такие длинные прострелы гостей. На левую половину поля Либеля очень часто создают опасные ситуации. Гости опять рвутся к воротам. Очередной выход. И вратарь футбольного клуба Либель опять на месте. Опять проход по левому флангу. Оно там видно было положением не игры, но тем не менее. Удар. Да, великолепный был выход. Давайте посмотрим бактор. Итак, выход по левому флангу. Подача вперед. Великолепный пас и мяч не влетает в створ на ворот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...